Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций. Введение в священное писание Нового Завета. Тема лекции. Древние переводы Нового Завета. Когда перед исследователем стоит вопрос, при наличии разночтения в древних рукописях, какому разночтению отдать предпочтение, то кроме текстов на древнегреческом языке, конечно же, можно обратиться к переводам, особенно если это переводы древние 2-го, 3-го, 4-го веков. И казалось бы, в руках исследователя мощный инструмент, но не все так просто. К сожалению, во-первых, перевод это всегда интерпретация, это всегда толкование. И перевод может не вполне верно передавать смысл оригинала только потому, что переводчик не вполне понял смысл древнегреческого текста. Но есть и другая проблема. Она заключается в том, что в ряде случаев некоторые категории греческой грамматики, синтаксиса и лексики невозможно передать в переводе. Например, в латинском языке отсутствует определенный артикль. То же самое, как и в церковнославянском и русском языках. В сирийском невозможно выразить различия между аористом и перфектом. В коптском языке нет пассивного залога. Поэтому не всегда свидетельства переводов могут быть надежными. Но, конечно, если мы хотим понять в древнегреческом тексте Нового Завета присутствовала или отсутствовала тайная фраза, то тогда мы можем обратиться как раз к древним переводам. И из древних переводов наиболее значимые следующие. Первое. Сирийские переводы. До VI века было сделано пять, а некоторые исследователи выделяют даже и шесть различных сирийских переводов Нового Завета. Первым был так называемый старосирийский перевод Четверой Евангелия. Он сохранился только в двух рукописях IV и V веков. Но форма их текста восходит к концу II-начала III века. Затем в начале V века появилась Пишитта. То есть в переводе сирийского это означает общепринятый перевод или народный перевод. Иногда ее называют сирийская вульгата. Она ставила свою целью заменить отличающиеся друг от друга старосирийские переводы. Пишитта содержит только 22 книги Нового Завета. Отсутствует II послание Петра, II-III послание Яна Богослова и книга Откровения. Известно более 350 новозаветных рукописей Пишитты, ряд из которых относится к V и VI векам. Текст Пишитта переписывался очень внимательно, в нем очень мало имеющего какое-либо значение вариаций. Следующая группа переводов – латинские переводы. Первые переводы Нового Завета на латинский язык были сделаны в конце II века в Карфагене, в Северной Африке, а затем появились в Италии, Галии и других провинциях Римской империи. Их неуклюжий, буквальный стиль наводит на мысль, что они были сделаны на основе подстрочных переводов, сопровождавших древнегреческий текст. В качестве отдельного направления выделяют старолатинские переводы, имевшие хождение в III веке как в Северной Африке, так и в Европе. Они были весьма разнообразны, особенно в Италии, Галии и Испании. Не существует ни одного полного кодекса старолатинской Библии. Евангелия сохранились в 32 поврежденных манускриптах и в некоторых фрагментах. 12 рукописей содержат деяния, 4 рукописи и ряд фрагментов послания апостола Павла, 1 манускрипт и ряд отрывков в книгу Откровения. Все старолатинские рукописи датируются периодом с IV по XIII века. Это, вообще говоря, доказывает, что старолатинские переводы были востребованы даже когда блаженный Иероним предложил свою вульгату, о ней сейчас поговорим. Видимо, востребованность была по той причине, что эти переводы были достаточно буквальны. То есть, читая этот перевод, читатель мог себе составить представление относительно того, как устроен греческий текст той или иной новозаветной книги. Латинская вульгата. Перевод на латинский язык выполнены блаженным Иеронимом Стоидонским по просьбе Папы Дамаса, годы жизни этого римского понтифика с 300 по 384. Работа блаженного Иеронима началась в 382 году. И уже через год блаженный Иероним представил перевод Евангелий, в своей сопроводительной записке указав, что старался сохранить, где возможно, прежний латинский текст, внося исправление по греческим рукописям лишь там, где был искажен смысл. Вероятно, он пользовался греческими рукописями александрийского типа текста. Неизвестно, в какой степени блаженный Иероним принял участие в переводе других книг Нового Завета, но они отредактированы менее тщательно, чем Евангелие. Зачастую рукописи вульгаты переписывались небрежно. Известные в настоящее время более 8 тысяч манускриптов вульгаты содержат большое количество вариантов, часть которых позаимствована из старолатинских переводов. Следующая группа – коптские переводы. Коптский язык является самой поздней формой древнеегипетского языка, который в христианскую эпоху начали записывать не с помощью иероглифов, а греческим письмом. Существовало несколько диалектов коптского языка, на один из которых, Саидский, уже в начале 3 века были переведены отдельные тексты Нового Завета, а к концу следующего, четвертого, уже большая часть новозаветных книг. В переводах можно усмотреть александрийский тип текста Нового Завета с вставками из западного типа текста. Другие переводы. В текстологических исследованиях Нового Завета привлекается также материал более поздних переводов Готского, середина четвертого века, Армянского, начало пятого века, Грузинского, первой половины четвертого века, Эфиопского, относящегося, вероятно, к десятому веку, Старославянского или Церковнославянского, который мы датируем середины девятого века и скажем чуть подробнее, а также некоторых других. Стоит остановиться особо на славянском переводе Священного Писания Нового Завета. Он замечателен по двум причинам. Первая причина заключается в том, что перевод этот произведен не просто грамотными людьми, а людьми святой и праведной жизни. Это очень важно, потому что у древних церковных авторов, например, у Блаженного Федорита Кирского, есть такой герменофтический принцип, принцип, говорящий о том, как правильно изучать и понимать Священное Писание. Они говорят о том, что Слово Божие есть результат, откровение, результат действия Святого Духа. Поэтому и понять Библию, понять Слово Божие может только тот человек, который сам живет свято и сам стяжал благодать Святого Духа. Святые Кирилл и Мефодий, стяжавшие эту благодать и прославленные Церквью, безусловно, при переводе могли в случае, когда у просто читателей возникают сомнения, как понимать тот или иной греческий текст, а не находясь в Духе, могли выбрать правильный вариант, правильное чтение и адекватное понимание. Но есть и второй аспект. Этот аспект заключается в том, что, работая над переводом, они фактически создавали книжный старославянский язык. И в ряде случаев мы с вами видим, как святые Кирилл и Мефодий изобретают новую терминологию. Терминологию очень точную. Например, древнегреческое слово «хаарис» может означать в греческой литературе и милость, благоволение, снисхождение. Но в Священном Писании Нового Завета и особенно в прологе Евангелия от Иоанна, 1 глава 1, 18 стих, этот термин означает «благодать», когда Бог подает нечто доброе, хорошее человеку. И посмотрите, какой очень точный термин на славянском языке конструируют эти святые братья. Они используют два корня «благо» и «давать», и в результате переводят «харис» богословские максимально точно и адекватно. И такие примеры можно приводить еще. Кроме того, сама по себе грамматика старославянского языка вырабатывается таким образом, чтобы соответствовать в целом грамматике древнегреческого языка. И поэтому, когда мы видим перевод Нового Завета на славянский язык, то мы видим, как последовательность слов в этом переводе отображает последовательность слов в греческом тексте. И формы слов тоже таковы, как в греческом тексте. Да, конечно же, лексика совпадает не всегда. И поэтому все равно время от времени нам приходится заглядывать именно в греческий текст, в текст оригинала. Мы с вами знаем о том, что очень часто для описания какого-то конкретного явления в греческом языке существует несколько терминов, а в славянском языке существует один термин или этот один используется для перевода нескольких. Хорошо известный и такой наглядный пример это то, что есть несколько терминов для обозначения разных видов любви. Соответственно, эрао, фелео, агапао, сторгео в греческом языке. И конкретный термин «любить» используется при переводе Нового Завета на церковнославянском и в русском языке. Но, конечно, это уже ограничения естественные, связанные с языковой стихией славянского языка. Если же мы говорим о том, насколько вне рамок этих ограничений святые Кирилл и Мефодий были успешны, то следует признать, что перевод на церковнославянский язык максимально точный и в высшей степени выразительный. Какие же до нас сохранились наиболее значимые древние рукописи на старославянском языке? Прежде всего следует назвать Зографское Евангелие, которое датируется второй половиной X века. Рукопись хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Это неполная глаголическая рукопись четвероевангелия, памятник конца X или начала XI века, которая содержит 304 пергаментных листа, 288 листов собственного евангельского текста и 16 листов написанного Кириллицей Синаксария, то есть месяца слова более позднего времени. Памятник является копией более древнего текста, сделанной в Македонии. История создания Зографского Евангелия неизвестна. Согласно устному преданию, рукопись хранилась в подворье Зографского монастыря близ города Иерис на Афонском полуострове, а затем была передана в Зографский монастырь. В 1860 году настоятель Зографского монастыря Архимандрит Анфим с братьей подарил это Евангелие российскому императору Александру II. Киевские листки, вторая половина X века. Рукопись хранится в Национальной библиотеке Украины в Киеве. Киевские листки, или иначе Киевский миссал, датируются второй половиной X века. Памятник является древнейшим из старославянских текстов, написанных глаголицей и по своей палеографии, и по языковым особенностям. Рукопися представляет собой написанный глаголицей текст на семи листах, который содержит отрывки из латинского «миссалла», то есть книги литургических текстов, читаемых священником при совершении мессы божественной литургии. Рукопись написана тремя почерками. Содержит чтение из послания апостола Павла к римлянам, молитву к Пресвятой Деве и службе Благовещению и различные литургические молитвы. В палеографическом отношении этот памятник замечателен тем, что в нем находятся древнейшие начертания ряда глаголических букв. Осиманиево Евангелие, XI век. Рукопись хранится в Ватиканской апостолической библиотеке. Эта глаголическая старославянская рукопись на 158 пергаменных листах, датируется XI веком, содержит текст Евангелия Апракоса. Рукопись названа в честь обнаружившего ее в 1736 году в Иерусалиме директора Ватиканской папской библиотеки востоковеда отца Иосифа Осимани. Осиманиево Евангелие – это памятник глаголицы, и начертания его букв близки по стилю к почерку Заграфского Евангелия. Рукопись украшена многочисленными цветными заставками и инициалами. Мариинское Евангелие, XI век. Рукопись хранится в Российской государственной библиотеке. Это не полная рукопись, четвероевангелие, написанная глаголицей. Она была создана в Македонии в XI веке, при этом, исходя из особенностей написания, можно утверждать, что писцом был болгарин или серб. Разделы рукописи открываются изображениями евангелистов, сопровождаемыми кириллическим текстом. Саввина книга, XI век. Рукопись хранится в Российском государственном архиве древних актов. Содержит старославянский кириллический текст Евангелия Апракаса. Памятник получил свое название по имени писца, как тогда говорили «попа Саввы», то есть священника Саввы, дважды упоминаемого в приписках к тексту. В частности, там сказано «поп Савва писал». Памятник содержит 166 листов пергамена разного времени, наиболее ценны древнейшие листы с 25 по 153 и 166, которые датируются началом первой половины XI века, написанные на территории Восточной Болгарии. По особенности морфографии и полиографии, Саввина книга считается одним из ранних кириллических памятников. Астромировая Евангелие 1056-1057 годы хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Эта древнейшая, точно датированная восточнославянская рукопись – важнейший памятник старославянского языка русского извода. Она содержит текст Евангелия Апракоса, написанного крупным красивым уставом, то есть маюскульным стилем письма. Текст написан два столбца по 18 строк. И это Евангелие имеет уникальное художественное оформление, множество инициалов старовизантийского стиля с золотом и три полностраничные миниатюры с изображением евангелистов. Рукопись состоит из 294 листов пергамена хорошего качества. Написано Евангелие дьяконом Григорием в 1056-1057 годах для новгородского посадника Остромира, который в надписи книги назван «близоком родственником князя Изяслава Ярославовича». Рукопись особенно интересна тем, что в послесловии переписчик подробно рассказал об обстоятельствах ее изготовления и о времени работы. Таковы основные наиболее интересные представители ранних славянских рукописей Священного Писания Нового Завета. Подводя итог повествованию о старославянском переводе, хотелось бы процитировать замечательного русского профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии Николая Николаевича Глубаковского, который говорил об этом переводе так. «Она, славянская Библия, по своему происхождению, в начале своем, согласно словам знаменитого митрополита Московского Филарета Дроздова, не есть произведение обыкновенной учености, но плод апостольской ревности святых Кирилла и Мефодия, озарена сиянием священности по самому возникновению, первоначальному христианскому миссионерскому применению и всегдашнему церковно-богослужебному употреблению, как священнейшая книга всего христианского славянства». И мы сейчас, хотя имеем не только синодальный перевод на русский язык, но и множество современных переводов на русский язык, если нам необходимо уточнить возможное расположение слов в греческом языке, понять близкий к оригиналу смысл, мы заглядываем именно в церковно-славянский текст, в церковно-славянский перевод. А сделан церковно-славянский перевод, конечно же, на основе рукописей византийской группы текстов. Большое спасибо за внимание! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.